Так, хорошо, значит, добрый день. Сегодня перед вами выступит мой коллега с факультета биинженерии и биинформатики Андрей Сегорский. Он занимается уже, по-моему, больше пяти лет молекулярной филогенетикой. Больше семи. Больше семи даже. Собственно, так как в чате в свое время с берлоги возникло очень бурное обсуждение того, что такое филогенетика, зачем она и чем это отличается просто от какой-нибудь иерархической кластеризации из машинного обучения, я, собственно, попросил Андрея нам это все рассказать как специалиста и как автора семестрового курса в вышке по, как говорится, филогенетике. На физтехе. На физтехе, пардон. Да. Хорошо, давай. Всем еще раз привет. Как Дима уже сказал, я аспирант и преподаватель на факультете биинженерии и биоинформатики МГУ. И сегодня я вам расскажу немного про молекулярную филогенетику, поговоря о том, что это, в принципе, такое, кому она может быть нужна и зачем, с чем ее едят, какие подходы и методы микронной филогенетики есть и в чем их сила и слабости. Должно было развернуться на полный экран. Если этого не произошло, то мне скажите. Нормальная филогенетика вообще. Все видно. Отлично. Тогда давайте запаздываем. Отлично. Что же такое молекулярная филогенетика или филогенетика в принципе? Вообще филогенетика как наука занимается выявлением и прояснением эволюционных взаимоотношений между изучаемыми объектами, какой-либо изучаемой группе объектов. И основным инструментом нашей филогенетики будет построение так называемого филогенетического дерева, которое будет отражать ход эволюции этих объектов. Но и по своей сути это фактически будет иерархической кластеризации тех самых объектов эволюции, которых мы изучаем. Только степень близости будет не какой-то абстрактной численной метрикой. Это будет неким приближением с той или иной точностью нашего понимания того, как устроено их родство, насколько они родственны друг к другу. Кому же и зачем может понадобиться филогенетика? Ну, вообще, как согласно очень известному ауфоризму, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. И поэтому в биологии филогенетика, наверное, может вам потребоваться в огромном широком спектре задач. Мне кажется, у нас в факультете большинство студентов, которые выполняют работы как минимум по информатике, хоть раз деревья им приходилось строить. Ну и в целом по группам задач можно выделить, наверное, три такие большие группы, которые, конечно же, покроют не все, но большую часть того, зачем филогенетика может потребоваться. Первое – это вы изучаете какой-либо зоопарк. То есть вы изучаете какую-то зверушку, скорее это будет даже бактерия. Вы хотите понять, как она эволюционирует, как в группе относится, чем эволюция отличается и так далее. Кроме того, вы можете выполнять какую-то чуть более узкую задачу. Вы можете изучать эволюцию какого-либо объекта или признака в живом мире, будь это ген, белок, какой-либо метаболический целый путь, какой-то механизм устойчивости, например, к каким-то определенным антибиотикам и так далее. Ну и кроме каких-то сугубо научных, теоретических задач, конечно, филогенетика очень широко используется и в прикладных задачах. Например, очень насущно для нас до сих пор, даже сейчас, контроль над тем, как эволюционируют вирусы, пониманием тем, куда их эволюция приводит. Также это, например, онкоинформатика, когда пытаются понять, из чего и в каком порядке развились отдельные клеточки какой-то опухоли или разные опухоли одного и того же пациента, или смотрят динамику опухоли во времени и так далее. Перечислять, наверное, такие задачи можно очень-очень сложно. Я приведу буквально парочку примеров. Например, в теоретической биологии, в ее систематической части, сейчас до сих пор очень насущными являются такие проблемы, как выяснение, где же на дереве жизни находятся такие зверушки, как грибневики. Кроме того, активно до сих пор идут дебаты о том, как произошли укариоты, когда произошла многоклеточность и так далее. И в том числе при изучении ответов на эти вопросы нам, безусловно, требуется метод филогенетического анализа. Кроме того, если мы воспринимаем какую-либо чуть более узкую задачу, например, вам может потребоваться филогенетика, когда вы пытаетесь понять, как связаны между собой приобретение или потеря тех или иных признаков, как она коррелирует вообще с какими-то определенными группами на дереве жизни, у каких определенных объектов, есть ли корреляция между определенными таксономическими группами и приобретением или потерей каких-либо рибосомальных белков, как вот в этой статье, например. Ну и для нас, повторюсь опять, очень-очень насущная является тема эволюции вирусов, в том числе коронавирусов. И изучение и попытки акта предсказания того, куда эволюция заведет коронавирус, немыслимо и без применения методов филогенетического анализа, потому что это фактически основной способ изучения эволюции вирусов в том числе. Ну и отдельно стоит, наверное, отметить, что в принципе филогенетические методы построения деревьев, которые отражают эволюционную историю, могут быть применимы не только к живым объектам, любым объектам, еще не к животному миру, но и в принципе к любой группе объектов, для которых свойственна наследственность и изменчивость. Они могут быть абсолютно совершенно разными. На самом деле строить филогенетические деревья, пытаться оценить, как шла эволюция видов, люди пытались задолго до того, как открыли последовательность ДНК и белков. И тогда речь шла о подстроении дерева по фенотипам. То есть мы можем принять предположение о том, что если какие-то объекты очень похожи, у них есть совпадающий паттерн в признаках, например, оперение определенной раскраски, такая-то форма клюва, ряд признаков можно продолжать до бесконечности. Если объекты по отобранным признакам очень и очень между собой похожи, то скорее всего они более родственные, чем те, которые различны. Например, если мы возьмем шесть каких-либо организмов, для них определим шесть же признаков, ну и просто поставим, что у каждого объекта такой-то признак есть, а такого-то нет, то, посмотрев такую табличку, мы легко сможем выяснить, что наиболее близкие между собой объекты А и С и Б и Ф соответственно, а объекты Д и Е можно каждой из этих групп соответственно прицепить. Таким образом мы получим древовидную структуру, которая как-то отражает, возможно, близость исследуемых нами видов в предположении о том, что близость по фенотипу означает близость по родству. Но на самом деле это далеко не всегда так, и в большинстве случаев смотреть, пытаться построить какие-то закономерности, исходя исключительно из фенотипических признаков, это не самое лучшее решение. Причин тому можно назвать очень много, но как минимум то, что одни и те же признаки могут независимо развиться у достаточно далеких друг от друга объектов, и это будет примером так называемой конвергентной эволюции. Например, мы знаем, что чудо-юдо рыбокит, это на самом деле никакая не рыба, а млекопитающая. Несмотря на то, что многие китообразные, выглядят достаточно похоже на каких-то рыб, у них есть плавники, они плавают в воде, но рыбами они не являются. А если бы мы пробовали применить к ним вот такой вот подход, мы бы получили неправильное дерево. К счастью, благодаря высокопроизводительным методам в данный момент у нас есть достаточно много биологических последовательностей, и как раз таки имеет смысл пытаться смотреть филогенею различных живых объектов как раз по последовательностям, потому что именно последовательности являются у нас объектом эволюции, именно в них происходит и закрепляется мутация, на них действует отбор, и смотря на последовательности мы с гораздо большей степенью уверенности можем говорить о том, что мы пытаемся приблизить построенное нами дерево к некой аппроксимации настоящего родства этих последовательностей. На любом случае стоит понимать, что построенное нам дерево всего лишь модель, она может быть более или менее точна, она может более или менее отражать действительность, а на любом случае это всего лишь некое наше предположение. И даже если мы пользуемся супер классным, крутым методом, все равно нужно плюс-минус скептически оценивать то, что мы получили. Однако даже когда мы уже получили последовательности для исследуемых нами объектов, будь то какие-то последовательности белков, белковых доменов, каких-либо генов и так далее, мы сразу не можем просто так взять и построить по ним дерево. Сначала нужно провести ряд операций, например, получить так называемое выравнивание последовательностей. Выравнивание последовательностей – это такая матрица, матрица, в которой по строкам у нас как раз-таки наши наблюдаемые объекты, то есть последовательности, за которых мы хотим построить дерево. А колонки, матрицы, мы будем дальше в этой, например, этого рассказа назвать их, сайты, следуют определенному правилу. Мы должны быть уверены, что в каждой колонке все буковки попали не случайно, а они имеют общего предка. То есть был некий единый общий предок у всех последовательностей, которые мы наблюдаем. Если общего предка у них нет, то и строить дерево никакое не имеет смысла. И мы знаем, что была некоторая буковка конкретно в этой позиции у общего предка всех последовательностей. Потом происходили какие-либо мутации, буковки заменились, у кого-то из них буковка осталась та же самая, у кого-то буковка поменялась. Но в любом случае, в одной и той же колонке, в одном и том же сайте мы можем с какой-то степень уверенности сказать, что все буковки имеют общего предка или гомологичное. Но за построение выравнивания это логаритмы выравнивания, они есть совершенно разные, и с какой-то степенью точности они нам строят выравнивание, однако в любом случае 100% на них надеяться не стоит. Проблема здесь может возникать из-за того, что последовательности могут быть разные длины. Это происходит потому, что помимо мутаций замен одной буквы на другую, у нас еще есть мутации, которые выражаются в выпадении какой-либо буковки или группы букв, или наоборот в добавлении буквы последовательности. Таким образом ее длина изменится, и добавленные или наоборот пропавшие буквы уже будут не гомологичны тем, которые остались в других последовательностях при их совмещении. Таким образом мы должны скомпенсировать предрошедшие таким образом события, повлияющие на длину выравнивания, и вставить на место пропавшей или наоборот на место в добавленной буквы, которая не отражена в других последовательностях, прочерк, который мы называем гэпом. И таким образом у нас все последовательности выравнивания получат одинаковую длину. После этого мы сможем строить наше дерево. Почему именно дерево? На самом деле дерево – это очень удобный способ описывать эволюцию наших объектов. Мы прямо сейчас наблюдаем только терминальные последовательности, то есть то, что находится на данный момент, ну или на момент сбора наших данных. При этом мы предполагаем, что у последовательности был некий общий предок, он был один, и он оставил потомство, и все его потомство начало эволюционировать независимо друг от друга, накапливая замены, делеции, инсерции и так далее. Каждая из этих способностей прошла свой независимый эволюционный путь, который с каждой добавленной мутацией отдалял ее как от общего предка, так и от других потомков этого предка, которые эволюционировали независимо. Ну и если мы совместим все это вместе, то мы можем представить наше филогенетическое дерево в виде такой вот древовидной структуры. Давайте разберемся, с чего дерево у нас устроено. Вообще филогенетическое дерево, если говорить совсем грубо, то это связанный ациклический граф, у которого вершины могут иметь либо степень 1, тогда мы назовем их листья, и каждая вершина как раз и будет являться сопоставлена одной из последовательств, которые у нас есть, то есть сколько было объектов, столько листьев и должно быть, каждому объекту один лист. Внутренние узлы соответствуют какому-либо из предков всех тех листьев, которые от него отходят. То есть на дереве можем выделить так называемые поддеревья, которые мы будем также называть кладами. И мы уверены, что составляющий основу клады узел является предком всех листьев, которые в эту кладу попали. Кроме того, на дереве может быть особый узел под названием корень, про которого мы можем с той или иной степенью уверенности сказать, что этот корень есть тот самый общий предок всех наших листьев в этом дереве. Ну и кроме того, каждой ветвью мы можем сопоставить длину, у которой будет двоякий смысл. Перед тем говорить про длину, отдельно скажем про корень, деревья могут быть и неукорененные. Очень часто вы можете встретить дерево, например, вот такой вот записи, может показаться, что у него корень есть, но на самом деле нет. Вот эти вот углы на дереве на самом деле не значат ничего. У всех вершин в этом дереве, у внутренних вершин степень ровно 3. И неукорененное дерево нужно понимать как дерево, для которого мы не знаем точное положение корня. Мы можем поставить корень в любую из ветвей этого дерева, и топология дерева будет при этом сохранена. На самом деле, поиск правильного укоренения дерева это отдельная очень сложная задача, которую нужно дополнительно решать, и сегодня мы там остановиться глубоко не будем, но нужно просто понимать, что на дереве корня может не быть, и это нормально. Многие алгоритмы производят именно неукорененные деревья, и задача правильной установки корня на нем уже относится к нам. Но так бывает не всегда. И это парадоксальным образом связано как раз с длинными ветвей. Числа, которые мы споставляем длинным ветвей, могут иметь двоякий смысл. Во-первых, это может быть число мутаций, ну, как-либо оцененное, которое произошло на пути от предкового узла к его дочернему узлу. Кроме того, в некоторых условиях мы можем сказать, что помимо этого длина ветвей отражает интервал времени, который произошел между этими двумя узлами. Когда же это, когда же мы можем поставить два этих высказывания? Можем это сделать только если выполняется так называемая гипотеза молекулярных часов, а именно за одинаковое время происходит в среднем одинаковое число мутаций. То есть скорость мутации по всему дереву была постоянная. Тогда мы абсолютно точно сможем, во-первых, сказать, что длина каждой ветви отражает произошедшее время. И кроме того, мы однозначно сможем сказать, где на дереве находится корень, потому что на дереве будет ровно один узел, расстояние от которого до всех листьев последовательности, которые мы наблюдаем прямо сейчас, будет постоянным. И это будет наш корень, потому что расхождение и до текущего момента, который у нас сегодня, прошло одно и то же количество времени. Однако в большинстве случаев в реальной жизни гипотеза молекулярных часов, как минимум строгих, у нас не выполняется. И алгоритмы, которые работают напрямую с предположением молекулярных часов, нужно применять очень осторожно. Да, очень приятно построить дерево и сразу получить корень. А так, мы должны быть точно уверены, что это предположение исполняется. В большинстве случаев это не так. Поэтому нам приходится как-то жить без такого предположения и тактовать длинные твей, как просто оценку числа произошедших мутаций. Отлично. Мы разобрались, наверное, с какими-то базовыми концептами. Давайте разберемся, какие методы реконструкции филогинии есть, чем они различаются, в чем преимущества и пороки каждого из них. Есть такая классификация на три кучки всех наиболее часто использованных методов реконструкции филогинии. И первый принцип, по которому они разбиваются, это символьные или дистанционные. Символьные методы пытаются реконструировать наше дерево напрямую из выравнивания последовательностей. На самом деле, это не совсем так, но мы, про это с вами сегодня узнаем. Дистанционные методы напрямую работать с выравниванием не умеют. Для того, чтобы построить дерево, им необходимо преобразовать выравнивание и получить из него матрицу попарных расстояний между нашими объектами, между последовательностями. Потом эта матрица попарных расстояний будет процессирована и дистанционный метод на основании ее выдаст какую-либо филогинию наше предсказание, нашу оценку того, как шла эволюция наших объектов. Как же нам оценить эволюционное расстояние по выравниванию? Самое простое предположение, так как у нас длина всех последовательств выравнивания одинакова, можем просто взять попарно каждую пару наших объектов и оценить, по скольким позициям, по скольким сайтам они не совпадают, сколько буквок у них разное, и просто поделить на длину выравнивания. Таким образом, мы получим долю несовпадающих позиций и если мы примем, что скорость эволюции постоянная на коротких промежутках времени, эта оценка очень хорошо будет предсказывать накапливаемые различия. Однако, чем больше времени прошло после расхождения, тем более неточной будет эта оценка, происходит потому, что у нас все-таки последовательности ограниченной длины и с ходом времени все более и более вероятными становятся такие события, что замены происходят по одному и тому же сайту несколько раз. То есть, произошла ли это обратная замена, что мы получили ту же самую буковку, которая была на самом деле и таким образом произошло сразу две замены, а мы их в принципе не учтем. Либо одна и та же буковка поменялась на другую несколько раз, а мы учли эту замену не как несколько, как одну. Таким образом, наше недооценивание того, сколько замен на самом деле произошло между последовательностями, будет с ходом времени все больше и больше увеличиваться. И если мы устремим время и длину последовательности и бесконечность, то для нуклеотидных педист ограничен сверху тремя четвертями в среднем. На самом деле нас это не устраивает, мы хотим работать на плюс-минус любых временах и нам нужно найти какой-то способ скорректировать нашу оценку, чтобы получить чуть более точную оценку, которая не так сильно портится при увеличении времени расхождения. Нам нужно ввести какое-то другое эволюционное расстояние, которое плюс-минус позволяет нам получить более или менее аддитивную матрицу, ливней зависит от времени, но, к сожалению, мы не можем точно оценить среднее число замен, потому что наблюдаем-то мы только те объекты, которые у нас есть прямо сейчас, только листья, ни один из предковых узлов мы не наблюдаем. Поэтому нам нужна некая вероятностная модель, которая более или менее хорошо будет описывать происходящее в ходе эволюции. И так получилось, что для моделирования таких процессов нам очень хорошо подходит цепь Маркова, которая позволяет моделировать нам стационарный процесс, который не зависит от каких-то внешних условий, но и зависит только от времени и от предыдущих состояний этой модели. И так называемыми эволюционными моделями у нас будут так называемые матрицы, которые содержат между собой для каждой буквы скорость ее мутации в другую букву. Например, для А у нас должна быть плена скорость мутации в гуанин, в цитазин и в тимин и так далее. И таким образом, используя такую эволюционную модель с подобранными параметрами, мы сможем оценить реальное расстояние между двумя последовательностями. Моделей эволюционных было изобретено очень много, только для нуклеотидных последовательностей, они различаются по количеству параметров. Самая простая модель считает, что скорости мутации каждой буквы в другую постоянны, чуть более сложная модель говорит нам о том, что скорости внутри и между пуринами и пирамидинами должны различаться, и это на самом деле верно. Более сложная модель добавляет к этому к всему то, что у нас частоты каждого нуклеотида в данных на самом деле разные, тоже нужно учитывать, и самая сложная из симметричных моделей, так называемая GTR, генерализованная модель, говорит нам о том, что вообще скорость замены каждого нуклеотида на другой должны быть попарно различны, ну и кроме этого она также учитывает частоты нуклеотидов. При этом более сложная модель далеко не всегда означает, что она более хорошая, модель может быть еще сложна для наших данных, там получим неправильный результат. И существуют отдельные тесты, которые позволяют нам оценить, насколько хорошо та или иная модель подходит к нашим данным. И обычно перед тем, как реконструировать филогению, мы должны или это напрямую зашитом метод реконструкции, или это отдельные программы, нам нужно будет оценить, насколько вообще достоверна наша модель, насколько обоснована ее употребление именно вот сейчас. Не стоит ли выбрать чуть более простую модель, не даст она чуть более лучший результат. Кроме того, я сказал, что GTR это наиболее сложная из симметричных или обратимых моделей, есть, разумеется, более сложные модели, которые предусматривают, что скорость мутации гуанина в денин, она не равна скорости обратной мутации с денин гуанин. Однако такие модели есть одно недостаток заключается в том, что использование таких моделей требует абсолютно точно знать, где именно располагается корень по дереву, иначе она даст неадекватный результат. А использование симметричной модели позволяет нам поставить виртуальный корень на дереве в любое место и работать напрямую с неукриненом деревом, что упрощает нам работу. Но это все было на самом деле для нуклеотидов, а что-то делать для белков. Разумеется, для белков тоже можно построить такую модель, но в ней параметров будет уже гораздо-гораздо больше. Поэтому и работают такие штуки очень-очень плохо как раз по этой причине. Поэтому для белков делают по-другому. Для белков вместо таких вот моделей делают эмпирические полученные матрицы, которые были построены по большим-большим базам белков, и уже по этим большим базам были оценены скорости мутации каждого аминксотного остатка в другой, и, кроме того, некоторые из этих матриц были дополнительно модифицированы, в том числе с моктимизацией правоподобия, для того, чтобы получить более адекватно работающую в некоторых случаях модель. Разумеется, сейчас есть достаточно большое количество моделей, они все применимы в том или ином случае, точно так же, как для нуклеативных моделей. Перед тем, как вы делаете реконструкцию дерева, вам хорошо было бы оценить, насколько ваша модель адекватно соответствует вашим данным. или есть такое правило, что если вы не знаете, с чего начать, начинайте с блоссом 62, эта матрица должна быть плюс-минус генерализована для большей части случаев, когда работаете именно с белками. внимательные слушатели могли задаться вопросом, вот я вам все рассказываю, рассказываю про попарные сравнения сайтов в последовательностях. Как же гэпы? Мы же знаем, что в последовательностях могут отсутствовать каких-то из них какие-то буквы из инсерции или деляции. Как же работать с гэпами? Это сложный вопрос. Можно было бы трактовать гэп как отдельную букву, но для этого пришлось модель дополнительно усложнять, потому что открытие гэпа и его продолжение это не должны идти с одинаковым весом, потому что скорее всего несколько подряд идущих гэпов это одно событие, а не несколько независимых. Однако такие модели обычно работают достаточно плохо, и поэтому обычно применяется гораздо более простой способ это просто не учитывать гэпы, то есть либо выбросить просто все колонки с гэпами из выравнивания и учитывать только те, в которых остались буквы, либо при попарном сравнении каждой пары последовательности и учитывать только те сайты из них, в которых в каждой из этих последовательности есть по букве. Например, если мы выбросили из выравнивания все, то вот эта вот часть была бы тоже выкинута, а если нет, то конкретно для этих последовательностей мы могли бы вот эти три буковки учесть. И конкретно такие способы реализованы в большинстве программах, которые используются для филогеней прямо сейчас. Да, я вот говорю-говорю, а если появляются вопросы, то вы меня, наверное, прерывайте и задавайте. Утеряло много, можем... Андрей, можно немножко резюмировать? То есть на предыдущем слайде ты сказал, есть два набора методов. Это одни дистанционные, а вторые немножко забыл название. Дима, да. И вот то, что ты рассказываешь сейчас с матрицами, да, то есть марковскими, это именно это не дистанционные. Это дистанционные методы. То есть мы, что мы хотим делать? У нас есть выравнивание. Символьный метод может просто взять выравнивание и на нем построить дерево. На самом деле это не так, но мы это с вами сегодня узнаем. А дистанционным методом нужно превратить выравнивание матриц в парных расстояний между объектами и потом эти объекты как-то склассаризовать. Для того, чтобы склассаризовать, нужно оценить эволюционные расстояния. А напрямую мы оценить не можем, потому что педист неадекватный. Важный вопрос. Все-таки по привычке если у нас есть последовательность, там есть расстояние Хемминга, например, то есть расстояние как бы... Ну, тот же педист. А он недооценивает прожившее число замен. Сейчас. построение матрицы нам помогает улучшить построение как бы расстояний? Да. Мы более точно оценим эволюционные расстояния, потому что замены могут происходить по одному и тому же сайту много раз. Мы просто недооценили, с какой функциональной произошло. Но матрицу мы как бы ее будем искать, ну, как бы фитить, как вот в машинленинге по имеющимся данным? Или это как бы отдельные люди находят какую-то матрицу, и мы ее используем? Нет, мы используем модель, в которой зашиты у нас скорости мутации каждой буковки в другую. Эту модель может задать пользователь, а более продвинутые методы могут напрямую эти скорости оценить из выравнивания, которое мы подали на вход. После этого эта матрица используется в очень-очень сложных формулах для того, чтобы скорректировать педист. То есть берется педист, он разбивается, допустим, на группы, где мутировали пурины в пурины, пурины в пирамидины и пирамидины в пирамидины. И для каждого из этих групп отдельно считается коррекция. Потом-то складывается и получается некий измененный педист скорректированный. То есть число, возможно, похожее на исходное полученное из педиста, но оно немного другое. Это мы считаем, что это чуть более корректная дистанция, которая чуть более корректно отражает расстояние между двумя нашими последовательностями. То есть не просто хайминг-дистанс, а мы зашили вот в эту чиселку, в расстояние еще и вероятность того, что могло произойти N обратных мутаций или N мутаций по одному сайту и так далее. Это чуть более точная оценка эволюционного расстояния. Но да, напрямую она исходит из педиста, который по сути хайминг-дистанс является. Окей, спасибо. Еще вопросы? Продолжим. Хорошо, давайте продолжим. Отлично. Развините, пожалуйста, можно за вопрос? Да. А существуют ли подходы, когда рассматривают ни одного общего предка, а несколько? И реально ли это посчитать? Ну, мне кажется, что это не очень адекватное предположение, то есть, что общий предок у последовательности должен быть один, а если несколько предков, то это просто потомки одного общего предка. Потому что, если мы пытаемся построить дерево по последовательствам, которые абсолютно не родственны друг к другу, то есть, допустим, у нас 4 цитохрома С и кусочек тетина из мышц, ну, это дерево не будет иметь никакого смысла, потому что они просто, во-первых, не выравняются, у нас, так, мой курсор видно, а, блин, не могу рисовать, ну, то есть, у нас цитохромы выравнятся друг с другом, а на месте тетина под цитохромами будет просто огромное поле гэпов, а тетин будет где-то отдельно от них. Ну, это плохое выравнивание, на нем методы очень плохо среагируют, и я вам даже попробую немного рассказать, почему дальше по ходу. Не гомологичные последовательности, то есть, имеющие ни одного общего предка, я бы выравнивать и строить по нему филогению мысла. Спасибо. Хорошо, давайте... Возможно? Хорошо. А если не тетина, там, что-то, но, что случайно, просто, похоже, оказалось на цитохром кусочками? Ну, здесь все зависит от того, насколько, какое у нас будет выравнивание, потому что все-таки методы, которые сейчас существуют, они более или менее чувствительны к шуму. Одни более чувствительны к одному виду шума, другому виду шума, и чем шумнее и неинформативнее колонки выравнивания, и чем менее информативных колонок выравнивания, тем хуже будет наше предсказание. Менее устойчиво, менее адекватно и так далее. То есть, да, для филогенетики очень явно действует принцип garbage in, garbage out. Если вам случайно попала последовательность, которая похожа, но не гомологична тем, которые у вас есть, ну, как повезет. Надеюсь, я ответил на вопрос. Слышно ли меня вообще? Да, спасибо. Хорошо, давайте продолжим. Первая группа метода, с которой нам нужно разобраться, это дистанционные прямые. В них ходят СУПГМА и Нейбор Джоннинг. Почему прямые? Ну, потому что они строят дерево, условно говоря, напрямую за одну итерацию. СУПГМА, я думаю, большинство из вас знакомы, он просто производит дерево, группируя объекты снизу вверх по похожести. То есть, сначала слопывает наиболее похожие, два набора похожих листа в одну кладу, потом добавляет к ним еще один, потом, возможно, слопнет два еще каких-то и так далее. СУПГМА производит укорененное ультраметрическое дерево. То есть, если есть серьезные основания предполагать, что в данных действует гипотеза строгих молекулярных часов, как мы помним, то, что скорость мутации по времени постоянно по всему дереву, то УПГМА это наш лучший друг, он быстро построит нам хорошее дерево и при этом по качеству он, скорее всего, будет лучшим, чем все остальные методы. Однако, если гипотеза молекулярных часов не выполняется, то УПГМА будет очень сильно страдать. Ему будет плохо и ничего хорошего мы от него не получим. Поэтому с ним надо быть осторожным. Другой метод это нейборджонинг. Он делает по-другому, он строит не снизу вверх, а сверху вниз. И при этом он напрямую работает не с матрицей по парных расстояний, а с так называемой Q-матрицей, которую получил из них, в которой он учитывает не только насколько близки попарно каждые два листа друг к другу, но и насколько далеки они от других листов. Таким образом, он означает начинать с полностью неразрешенного дерева и итеративно выделяет из него клады, то есть сначала одну пару листьев, потом какой-то лист возможно к ним добавит и так далее. С теоретической точки зрения нейборджонинг является жадной эвристикой метода с балансированной минимальной эволюцией, с которым мы с вами познакомимся буквально через парочку слайдов. И если входная матрица расстояний достаточно аддитивна, то он будет очень-очень хорошо работать и перформить очень многие методы. Однако с ростом размера дерева, с ростом числа листьев и особенно если входная матрица очень далека от аддитивной, то есть данные были очень шумными, нейборджонинг тоже будет страдать. Но несмотря на это, это очень быстрый метод и достаточно сильный, и его обязательно нужно иметь в вашей коллекции хилометических методов, просто потому что он позволяет очень быстро получить достаточно хорошее предсказание. однако у каждого из рассмотренных нами прямых дистанционных методов был ряд недостатков. Возможно, есть способ как-то по-другому построить филогинею. И на этот вопрос отвечают все остальные методы, которые входят в группу переборных, будь то символьные переборные или дистанционные переборные методы. Общий смысл переборных методов заключается в том, что возможно, мы можем взять наше дерево и на основании того, насколько она соотносится с нашими данными, насколько она согласуется с выравниванием, либо напрямую с буковками, либо с полученной матрицей расстояний, мы можем получить некий скор, оценить наше дерево. И способ получения этого скора мы назовем критерием качества. Таким образом, зная для каждого дерева, какое у него качество, насколько оно хорошее, мы можем просто проранжировать каждое дерево по скору, перебрать все деревья и выбрать дерево с наибольшим, ну или с наименьшим, если мы минимизируем метрику скором и быть, просто радоваться. Но тут есть одна проблема. Деревьев очень много. Число деревьев очень-очень-очень быстро растет с ростом числа листьев. И если, допустим, для 10 листьев мы еще могли бы перебрать просто все возможные деревья, все возможные топологии для данного числа листьев, оценить каждую из них, для каждого из них оценить длинные ветвей и сказать, что вот, дерево хорошее, то начиная с 80, а может быть, даже и со 100 листьев, мы рискуем за свою жизнь никогда не дождаться результата реконструкции одного-единственного дерева, потому что это очень-очень большие числа. И это только количество возможных топологий дерева для данного числа листьев, а критерии качества дерева, они ведь тоже не бесплатные, и очень редко среди них попадаются те, которые работают за линейное время. Так что решение этой задачи просто полным перебором, нерешаемо, нам нужно применять некоторые эвристики итеративного поиска. Собственно, поэтому методы называются переборными. Мы просматриваем не все деревья, а стараемся итеративно осуществить хилл, клайминг, ну или наоборот спуск в наиболее оптимальную точку. как у нас вообще будут устроены переборные методы. Мы стартуем с некой начальной топологии, например, со случайного дерева. Кроме этого, мы должны определить критерии качества дерева и определить способ определения соседей этого дерева за одну элементарную операцию. Таким образом, для каждого дерева мы можем рассмотреть всех его соседей, в которых из этого текущего дерева можно перейти за какую-то одну операцию, которая определена методом поиска соседей, оценить каждого из возможных соседей нашим критерием качества, сравнить скорость с нашим текущим деревом. Если скорость больше, ну или меньше, если мы минимизируем метрику, мы перейдем в дерево, которое было лучшим и продолжим так до схождения или пока мы не утренем в число итераций. При этом стоит понимать, что пространство деревьев, оно на самом деле не такое конус, оно обычно очень-очень-очень сложное и форма этого пространства деревьев виртуального, всех возможных деревьев данной топологии, она напрямую задается методом определения соседей и точно гарантировать мы можем только нахождение некого субоптимального решения, а достигли ли мы глобального оптимума, это далеко вопрос, нам никто этого не гарантировал. Мы можем как-то попытаться увеличить свои шансы на нахождение оптимального дерева, если мы будем стартовать на случайной топологии, а пробуем как-нибудь получить некое уже субоптимизированное дерево и с него стартовать, например, жадным алгоритмом, то есть мы берем все наши объекты, случайным образом перемешиваем, берем первые три, а все оставшиеся листья просто добавляем итеративно в ветвь, который даст наибольший скор. Таким образом, мы можем достаточно быстро в рамках текущего скоринга, текущего критерия качества получить плюс-минус оптимальное дерево и стартовать уже с него, что мог увеличить наши шансы войти в более оптимальное дерево, чем если бы стартовали случайной топологии. Все способы определения соседей для дерева, наверное, сейчас на нее закликнуться не будем, скажем только, что среди них есть разные, есть простые, которые работают быстро, обеспечивают малое количество соседей для каждого дерева, есть более сложные, оптимальным из них по скорости и глубине поиска является метод СПР, потому что более сложный метод, они работают уже неизмеримо долго, и дожидаться их бывает очень-очень сложно. Кроме того, наверное, стоит сделать маленькую ремарку, что, безусловно, предпринимались попытки как-то оптимизировать топологию дерева в рамках переборных критериев не только поиском соседей, например, через генетические алгоритмы, но успеха эти задачи пока, как мне известно, особого не встретили, ну, просто потому что они встречаются с рядом проблем, например, как вы определите скрещивание между деревьями, генетический алгоритм, это далеко не тривиальная задача. Такие статьи есть, они выпускаются, но пока определенного какого-то сильного преимущества, по сравнению с классическими методами, они не принимают. мы с вами разобрали общее понимание того, как устроены переборные методы, давайте быстренько пробежимся по тому, какие они, в принципе, бывают. Начнем с самого простого, с которым мы с вами уже сегодня познакомились, это символьный метод максимальной экономии. Мы с ним сегодня уже познакомились, когда разбирали, как строим дерево по набору признаков. В чем суть метода максимальной экономии? Это не дистанционный метод, он не берет нашу матрицу дистанции, которую мы брали, он напрямую работает с выравниванием. И, наверное, это единственный по-настоящему символный метод в нашей коллекции. Он строится на предположении бритвы Оккома о том, что по сравнению с наибольшим числом совпадающих позиций скорее всего эволюционно друг к другу ближе, чем те, к позиции меньше. Таким образом, мы можем определить скорин как экономию дерева, как число, просто число несовпадающих сайтов по всем ветвям для всего выравнивания для этого дерева. И дерево, которое позволяет, условно говоря, получить выравнивание с наименьшим количеством замен и будет наиболее экономным. Угубляться в том, как работает алгоритм по всему, не мы сейчас не будем, скажем только, что это очень быстрый метод. Как раз таки он работает, оценивает время за линейное время. Однако, у него есть ряд слишком сильных недостатков, которые напрямую, наверное, следуют из того, что он не использует эволюционные модели, а напрямую работают с заменами одной буквы на другую. Например, есть такая штука, как протяжение длинных ветвей. Это если у вас в дереве есть две или более ветвей, в которых число замен было в среднем сильно-сильно больше, чем по дереву в целом. Таким образом, скоринг парсимонии будет благоприятствовать тому, чтобы были более хорошо оценены деревья, в которых эти ветви находятся близко друг к другу. Но это может быть далеко не так. Кроме этого, если у нас в данных наблюдается так называемая гомоплазия, то есть независимое возникновение одного и того же признака на далеких друг от друга объектах, то парсимония за этим работать никак не умеет. Ну и, наверное, самый главный контур-аргумент к ней о том, что последовательность на самом деле эволюционирует вовсе не по пути максимальной экономии. И наиболее честным и, наверное, грустным ответом здесь было бы то, что мы на самом деле точно не знаем, как именно эволюционировать последовательности. Примером того может служить, например, то, что до сих пор попытки симулировать выравнивание какой-либо эволюционной модели, в том числе и с максимизацией правоподобия, приводит к тому, что мы получаем на выход симулированное выравнивание, которое по своим свойствам очень и очень сильно не похоже на выравнивание, которое мы наблюдаем, например, по природным последовательностям. Чего-то мы до сих пор не понимаем, чего-то не достает нашим моделям эволюционным до сих пор. Ну и тем более такое простое предположение, как максимальная экономия, скорее всего, максимально неадекватно отражает эволюцию в целом в большинстве случаев. Однако это быстрый, очень быстрый метод, который, если у нас между последовательностями очень маленькие расстояния, способен выдать до сих пор достаточно приемлемый результат. Сейчас мы с вами скакнем в переборные дистанционные методы, а с правоподобием и поездовским подходом мы разберемся ближе к концу. Дистанционные критерии как раз таки и работают с матрицей эволюционных расстояний, которые мы получили при помощи нашей эволюционной модели, будь это марковский процесс для нуклеотидов или эмпирическая матрица для белков. В своей работе при оценке каждого дерева в каждую конкретную итерацию переборного алгоритма критерий качества дерева пытается минимизировать разницу между расстояниями в нашей матрице дистанции и расстояниями по дереву. То есть если мы определим как D большое нашу матрицу дистанции, D малую, можно сказать, что это расстояние по дереву просто попарно между каждым листом сумма длин и двей просто в пути по нашему дереву. мы можем пытаться оптимизировать дерево по просто невзвешенным меньшим квадратам, можем оптимизировать дерево взвешенным меньшим квадратам, например, по фичу Марголешу. Взвешивать нужно, например, как минимум потому, что у дальних дистанций скорее всего дисперсия ошибки при их оценке была больше, чем у на коротких дистанциях. Поэтому их нужно дополнительно штрафовать за это. Ну и отдельно от всех отстоит так называемый метод минимальной эволюции, который заключается в том, что мы один раз оценив длинную ветвей на дереве, после этого перебираем только тополую на нем и минимизируем просто сумму ветвей по дереву просто. И это может прозвучать как очень похоже на метод максимальной экономии, то есть по сути мы делаем то же самое. Но на самом деле нет. Метод максимальной экономики это статистически непостоянный критерий. А вот как раз метод минимальной эволюции это очень мощная штука, за ней стоит очень глубокая на самом деле теория и она работает очень-очень хорошо. Однако в программах, которые есть сейчас на самом деле есть расширение метода минимальной эволюции, сбалансированная минимальная эволюция, которая позволяет еще более быстро, еще более точно получить наиболее короткое дерево, соответствующее нашим данным. И работают очень быстро, во-первых, потому что есть формула шорткат для него, во-вторых, потому что оптимизировать длинные ветвей в нем нужно только два раза для чернового дерева и в самом конце. Ну и за этим тоже стоит очень-очень глубокая теория, которую мы сейчас разбирать не будем. И как раз вот этой сбалансированной минимальной эволюции ее евристикой был нейборджанинг. Здесь два метода у нас на самом деле схлопываются. Только благодаря тому, что сбалансированную минимальную она может находить более оптимальное решение, чем нейборджанинг, который начинает на них спотыкаться. Однако, если у нас данные очень шумные, garbage in и входная матрица очень далека от аддитивной, то даже такой мощный метод, как минимальная эволюция, будет тоже себя вести неадекватно. Нужно контролировать в любом случае, даже с мощными методами, что выравнивание, которым подойдет на вход, это все-таки что-то плюс-минус адекватное у нас. Отлично, мы почти добрались до конца причисления наших методов, и сейчас мы разберем символьные переборные методы, которые пытаются максимализировать вероятность нашего дерева. Это метод максимального проподобия и Байсовские методы. Сначала разберемся с первым. У нас есть наши выравнивания последователей, наши данные, у нас есть наша модель, наше дерево. Дерево состоит из топологии, из длины ветвей и модели эволюции, которые использовались при получении дерева. Помните, я говорил, что на самом деле эти два метода не совсем символьные, потому что они все-таки используют эволюционные модели и эволюционные дистанции. Вот, собственно, в этом и суть. И оценивая каждое дерево, мы хотим понять на каждом этапе нашего перебора, насколько правдоподобно наше дерево, исходя из данных, которые мы имеем. При этом обычно все-таки модель эволюции оптимизируется не постоянно, когда мы получаем дерево максимум луклехода, мы строим черновое дерево, например, просимонией, на нем подбираем нашу эволюционную модель и параметры к ней фиксируем это, а потом уже просто ищем SPR удовлетворяющую нас в топологию и оптимизируем длины ветвей уже по методу максимального подобия. При этом что стоит знать про эти методы, то что они работают безумно долго. То есть, например, для какого-нибудь дерева размера 80 можно и за несколько дней не дождаться реконструкции. То есть, казалось бы, строим деревья, однако работал метод далека от экологичности. Происходит из-за того, что, чтобы посчитать правдоподобие дерева, мы должны в итоге получить правдоподобие корня, вычисляется это динамическим программированием, когда мы идем от листьев к корню и для каждого внутреннего узла мы должны просуммировать вероятности по каждому из возможных состояний предковой последовательности, и дополнительно перемножить это с правдоподобием полученным по дочерним узлам нашего текущего узла. Работает это очень долго, очень энергозатратно, ну и в результате мы рискуем получить дерево только через достаточно большой промежуток времени. При этом, как я уже сказал, топология оптимизируется СПРом, а длинные ветви обычно оптимируются достаточно грубо градиентным спуском, и из-за этого у нас могут возникать небольшие проблемки из-за того, что мы не очень адекватно оцениваем длинный ветвей, и наиболее пробоподобное дерево на самом деле может соответствовать далеко не самому лучше объясняющему наши данные дерева просто тому, что мы недоптимизировали длинный ветвей. Но с этим как-то нужно справляться. Ну и наконец последний метод, который мы сегодня рассмотрим, это Байесовский подход. Можем использовать формулу, которую нам подарил преподобный Томас Байес, для того, чтобы оценить вероятность нашего дерева при условии данных, которые мы наблюдаем, при условии выравнивания. Основное отличие этого подхода от остальных методов в том, что вместо хиллклайминг и вористики используется МС, а именно алгоритм метрополиса Гастингса, который позволяет нам при походе по нашей траектории изменения от одного дерева к другому принимать не только с восхождением скора, но и иногда опускаться пониже для того, чтобы выходить из локальных оптимумов и тем самым прийти к глобальному. И результатом работы таких методов будет не единичное дерево, а целая траектория топологий, каждая со своим скором вероятности. И очень часто, если мы возьмем по такой траектории консенуцное дерево, которое объединит в себе информацию обо всех деревьях, которые в топологии были, то такое дерево будет даже лучше, более правильным, чем то дерево, которое было выдано на конце траектории. Ну, по ряду причин. Однако, не стоит обольщаться, даже с этим подходом могут, может возникнуть ряд проблем. Вы можете спросить меня, почему на этом слайде ошибление приоров для топологии равномерное. Такой приор явно не очень информативный, но возникает это из-за того, что для двух из наиболее часто используемых программ задать приор на топологию нельзя. Там приор топология по определению равномерный. То есть, самой популярной из всех программ Мистур Байусу можно дать топологию, он тогда зафиксирует и будет оптимизировать только длинный ветвей. А так напрямую сказать, стартанис этой топологии конкретную, которую я тебе задал и начну информировать с нее, там нельзя. Приор на топологию у него всегда равномерный. У третьей программы, у Бист, можно дать топологию приорам, однако этот метод работает только с предположением о мулькулярных часах, что не всегда может нам подходить. Поэтому вот такой вот не совсем Байусовский подход. Однако это еще не все. Мы можем попробовать сравнить, к сожалению, здесь не будет картиночки, что мы ее пока не опубликовали, но я попробую вам висеть на словах, а можем сравнить качество работы Байусовских методов при фиксированной модели против того же Лаклихудного, например, программы Раксэмель, и посмотреть, насколько более качественно хорошее дерево у нас получается в зависимости от числа листьев. Ну, допустим, 15, 30, 45. И мы будем дать удивительную картину, что на размере 15 Байусовский подход при фиксированной эволюционной модели гораздо лучше, чем дерево, полученное Лаклихудом, а на размерах 30 или 45 по качеству они примерно похожи. Почему же так? Ну, дело в том, что объединение оптимизации длин ветвей по байусу с MCMC оптимизацией позволяет на деревьях размера 15 работать чуть лучше, чем обычная хилл клаймик оптимизация Лаклихуда. Однако, в том же самом мистер байусе, который мы использовали, приорно длинные ветвей это смесь дирехле. И, скорее всего, на достаточно больших деревьях этот приорно не сильно отличается от равномерного нашего предположения. И, скорее всего, у нас получается, что это никакой не байусовский подход, а всего лишь обычная MCMC оптимизация Лаклихуда как-то по топологии, так и по длинным ветвей. То есть, она работает быстрее, гораздо быстрее, чем Лаклихуд, но результаты дает точно такие же. Но, разумеется, как минимум приорно на длинную ветвей вы можете дать самостоятельно. Так что, мой вам совет, когда работаете с мистер Байсом, особое внимание уделите тому, какие параметры вы даете. Возможно, стоит позапускать с разными параметрами и понять, как у вас и что работает. Отлично. Мы с вами дошли до конца обзора всех методов. Сейчас будет некая такая заключительная часть моего рассказа, а именно, как же оценивать то, что вы получили. Начали мы рассказ с того, что полученная нами модель, это всего лишь модель, которая с той или иной степенью качества приближает нас к тому, как действительно была устроена эволюция наших объектов. Но мы хотим понять, насколько вообще хорошо это устроено. Мы можем оценить, насколько устойчиво наше полученное предсказание, наши топологии длинных дней, наше дерево относительно наших данных. Самый популярный способ это сделать, это bootstrap, который зашит во все популярные программы, но только bootstrap, разумеется, не по листьям, не по объектам, а по колонкам выравнивания. Таким образом, получив сто или тысячу bootstrap реплик, мы можем просто построить консенсусное дерево по такому набору деревьев из наших данных, таким образом, что все ветки в нем будут не противоречить большей части ветвей всей этой группировки. То есть, такое консенсусное дерево, которое агредирует себе информацию из всей кучки деревьев. И таким образом, мы можем каждой ветке сопоставить вместо длины поддержку, то есть, процент деревьев, в которых эта ветка разбиения графа на две части, которые разделяют листья на две кучки, в каком проценте деревьев из bootstrap выборки она встретилась. Таким образом, мы можем понять, что каким-то веткам мы можем доверять предсказания, а каким-то нет. Это хороший способ оценить, насколько устойчиво наше предсказание относительно выравнивания. однако, это дает нам право посмотреть только на то, как устроены как устойчиво предсказание наших данных, но это никоим образом не позволяет нам сказать, насколько хорош метод и насколько вообще правильно мы построили наше дерево. Для того, чтобы сравнивать два разных метода или, допустим, две разных модели эволюционных между собой, bootstrap, разумеется, не подходит. Для этого необходимо какое-то внешнее знание, например, референсное дерево, которое мы получили какими-то другими способами, и мы построили дерево одним способом, построили дерево другим и сравниваем их с референсом, который, какой будет ближе к референсу, наиболее похожий на него, то дерево, тот метод, наверное, построил дерево лучше. И в филогенетике уже очень-очень много лет и до сих пор на самом деле не утихают споры, какой же метод лучше. И очень часто можно встретить мнение, что вот есть простая понятная схема, что если последовательности похожи друг на друга, то вы пользуетесь парсимонию. Если у вас соблюдаются молекулярные часы почему-то, и если последовательности похожи друг на друга, то вы используете дистанционные методы, а во всех остальных случаях используете метод максимального подобия. Кроме того, если вы напишите статью и пошлете ее в какой-нибудь любой, сколько-нибудь высокорейтинговый журнал, и при этом в вашей работе не будет деревьев, которые построены луклихудом, а будут деревья построены какими-то другими способами, статью вам вернут и скажут, обязательно построите луклихудное дерево, потому что этот метод самый правильный. Хорош ли такой подход? Наверное, нет. Во-первых, относительно дистанционных методов непонятно, почему говорят про молекулярные часы. Это относится только к УПГМА. Например, та же минимальная эволюция ничего общего с молекулярными часами не имеет. Кроме того, метод просимонии, да, хорошо работает на похожих способностях, на очень близких, но это не значит, что он работает лучше, чем другие методы на этих способностях. Ну и, кроме того, существующий якобы концернсус относительно того, что луклихуд аутперформит абсолютно все методы, которые существуют, это, скорее всего, не совсем верное утверждение. Не существует ни одной статьи, в которой на реальных последовательностях из реального мира было бы показано, что методы на основе луклихуда были значимо лучше, чем любые другие методы. А статьи, в которых это показано, в них данные как раз-таки симулированы, то есть выравнивание полученной симуляции, и при этом получены они симуляции при помощи методов, которые используют матрицы, оптимизированные как раз в максимизации правдоподобия. Получается такой замкнутый крюк. Немного такая странная логика. Есть, однако же, другие статьи на реальных уже данных, в которых показано, что дистанционные методы, если не лучше луклихуда, то как минимум очень и очень близки к ним по качеству. То есть если вы будете строить дерево, например, на 40 листях, на 60 и так далее, и сравните дерево, построенное Нейбор Джоннингом, БМЕ и Роксамель, самой популярной луклихудной программой сейчас, то, скорее всего, до референса, до эталона, все ваши деревья будут примерно на одном расстоянии. Возможно, какое-то из них будет на одну или две веточки ближе к эталону. Но говорить о том, что конкретно этот метод строго лучше других, наверное, нельзя. Мне кажется, что мораль тут должна быть такая, что если вы проводите какое-то исследование, попробуйте разные методы, и если у вас все полученные вами деревья будут похожи одно на другое, то это дополнительный аргумент о том, что вы все делали правильно, и полученная вами модель имеет право на жизнь. Кроме того, если вам нужно черновое дерево получить, и вы не хотите разожидать несколько дней, то вместо того, чтобы строить дерево луклихудом, вы можете быстро построить его Нейбор Джоннингом, или, например, балансированный минимальный эволюции, посмотреть на него, а уже для статьи подождать несколько дней и построить уже финальный луклихуд. А теперь обязательно его включить. Вот, собственно, наверное, такая будет мораль. Мы уже достаточно сильно задержались. Прошу прощения за то, что задержал рассказ. И если у вас есть какие-нибудь вопросы, то с удовольствием я на них отвечу. Ну или хотя бы постараюсь. Андрей, спасибо большое. Можно вот два вопроса? Совсем для чайников. Все-таки каким софтом вы рекомендуете пользоваться? И сразу же второй вопрос. Вы упоминали, надо сравнивать с настоящим деревом. А где брать настоящее дерево, с которым, собственно, сравнивать? Рекомендовать я, наверное, прям строго ничего не буду. Я могу сказать, какие методы сейчас популярны. Наиболее популярный из баясовских – это сейчас мистер баяс. А бис набирает популярность. Из луклихудных, наверное, еще очень-очень долго будет Раксэмэль. А в нашей работе мы чаще всего используем фастмек, который как раз реализует наиборджонинг и минимальную эволюцию. Однако, опять же, если вы хотите получить какую-то наиболее полную оценку, скорее всего, пользоваться разными методами и сравнивать, насколько друг на друга похожи деревья предсказания, полученные разными методами, это насколько состоятельна ваша оценка, насколько не зависит от выбора метода ваше предсказание. Наверное, это прям такой хороший способ был бы. Про референс – да, это хороший вопрос. Есть, конечно, не себя иные деревья, однако они, во-первых, неразрешенные. То есть во многих случаях у внутренних узлов не два потомка, а много. И как-то разрешать их, ну, можно, наверное, придумывать различные способы их разрешения, но в любом случае, на себя иные деревья каждый год, если не год, то каждые несколько лет чуть-чуть меняются. Поэтому вот с референсами, да, это немного скользкий вопросик. Я думаю, что самый лучший у него ответ – это взять то, что официальное в науке прямо сейчас, например, то же самое инсебиальное дерево, попытаться неразрешенные, ну, взять какую-либо область, с которой вы хотите работать, попытаться разрешить неразрешенные области, например, по выравниванию каких-либо консервативных ортогрупп, а если это дерево поменяется, ну, в будущем, то, ну что ж, на тот момент у нас не было ничего лучше, чем взять то, что имелось. Возможно, есть способ лучше, но сейчас мне приходит такой нау. Спасибо вам огромное, очень интересный доклад, спасибо. Спасибо. Вопрос. А инсебиальные деревья, так их же тоже, наверное, каким-то методом строили? Ну, одним из перечисленных, и нельзя сказать, что он истинный. Да, мы не можем сказать, что инсебиальное дерево истинное, однако ничего лучше на данном месте у нас нет. Любое дерево – это в любом случае модель, которая более или менее явно описывает то, что эволюция, которая шла. Мы не знаем, как шла эволюция, и, скорее всего, мы никогда не узнаем, как именно она шла и какие буковки были у каждого организма в тот или определенный период времени в геноме, ну или в белках. Модель, которая у нас есть, это неточная модель, но лучше у нас нет, и нам стоит с этим только смириться, мне кажется. Ладно, еще вопрос. Вот вы сказали, что методы, которые попроще, по вычислительным мощностям, они хорошо работают, но когда листьев мало, типа 50. А зависит ли качество дерева от количества листьев? Ну, то есть мы как бы даем больше информации, то есть если я возьму тысячу листьев, построю дерево, а могу взять из этих тысяч и отобрать 50 самых репрезентативных и построить дерево, что из этого как бы хуже, лучше? Увеличивается ли информация, как бы дерево становится лучше, когда данных больше? Идея же должна быть лучше. Надеюсь, понятно. Да, да, да. Это вопрос понятный. Я, к сожалению, не могу, опять же, показать данные, потому что мы их еще не опубликовали. Но дело в том, что, да, безусловно, чем больше информации в выравнивании, чем больше колонок, чем больше букв, тем более информативно будет дерево, однако и больше будет шума в этом дереве. А чем больше шума, тем меньше разрешающая способность будет у тех или иных методов. То есть тот же самый нейворженинг работает очень хорошо до какого-то определенного предела, просто потому, что дальше он начнет ошибаться именно из-за шума, потому что матрица будет все более далекой от аддитивной. И со всеми другими методами это, безусловно, будет так же. То есть, например, мы точно можем утверждать, что и BME, и ROXML очень чувствительны к шуму. И если мы до определенного предела будем раздувать и увеличивать количество букв в нашем выравнивании, длину выравнивания, и увеличивать количество листьев, то в какой-то момент метод просто, ну, не сможет нам в той или иной степени уверенности разделить какие-то внутренние ветви. Проблема есть в том, что мы, на самом деле, не знаем, как распределен шум филогенетический и как он отражается на дереве. И это, на самом деле, очень сложно оценить. Я не могу придумать даже, как. Ну, люди достаточно успешно строят деревья и на тысячи листьев и так далее. Здесь, на самом деле, очень хорошо себя, наверное, рекомендуют как раз такие агломеративные подходы, когда вы строите деревья разными способами, а потом делаете из них либо консенсус, либо агрегируете информацию другим способом. Очень хорошо себя в этом, в этой роли ведет программа под названием Астрал, которая агрегирует информацию и свой вариант консенсуса делает. И такие деревья очень хорошо публикуются в том числе. И, возможно, они умеют выделять как раз, когда много-много-много деревьев разными способами вы построили, какая-то информация все-таки выделяется и остается в общем полученном консенсусе. Ну да, безусловно, много шума, то это в любом случае плохо. Как вы сказали, Астрал? Астрал. Спасибо. А вот еще вопрос. Смотрите, ну, последний. Если у меня все Bootstrap значения больше 95, значит ли это, что у моего дерева вероятность, что его больше, чем 95%? То есть, ну, как будто в IP-вэйли, да? 5%. Тут есть контр-вопрос, каким способом вы получили поддержку. Потому что на самом деле байсовские методы могут получать поддержку по-своему. И вот если вы получали поддержку как раз с байсовским методом, то в данном случае поддержка будет означать вероятность. А в случае, если вы делали обычный Bootstrap, то поддержка – это ни в коем случае невероятность. Это просто показатель того, что конкретно такая ветвь в Bootstrap-выборке встречается в таком-то проценте раз. То есть, предсказание того, что есть конкретно такое разбиение дерева, ну, ветвь можем рассматривать как разбиение множества листьев на две части. Можем говорить, что такое разбиение на этих данных настолько состоятельно поддержано. Вот и все. Это невероятность. Ну, то есть, если, например, у меня поддержка будет маленькая в какой-нибудь ветке, это получается дерево неправильное, и его нельзя публиковать? Ну, у вас, может быть, по какой-то одной ветке маленькая поддержка, по всем остальным очень высокая. Значит, что этой ветке вы не доверяете, остальным доверяете. Вот если все поддержки на дереве низкие, возможно, у вас плохое выравнивание. Вы просто получаете нестабильное предсказание. Понятно. То есть, это никак не говорит о статистической значимости. То есть, это насколько вообще адекватно сработал метод скорее, да? Одна или две плохо поддержанных веток на дереве – это, в принципе, норма. Знаете, что гораздо хуже, чем низкая поддержка? Это если ваш метод выдал отрицательные длинные ветви на дереве, чего, в принципе, не может быть, и возникает к тому, что вашего выравнивания совсем никуда не годится. Вот если вы видите длинную твей с минусом, это повод бить тревогу. А в поддержке, если таких вот вей мало, то ничего страшного. Здравствуйте. Можно вопрос в догонку? Вот как раз очень похожие проблемы. Отрицательная длина ветви – это отлично от нулевой длины ветви? Вот у нас почему-то на древе получаются нулевые длины ветвей на некоторых ветвях. И что вы посоветуете, если вот низкая поддержка, что мы делаем не так? Прямо вот по всему дереву много ветвей с низкой поддержкой. А мы знаем точно, что в другой статье эти же последовательности давали высокую поддержку. Ну, скорее всего, неправильное выравнивание. Возможно, стоит построить выравнивание другим способом. В целом, ну, просто значит, что возможно, у вас в выравнивании много гэпов. Или наоборот, какие-то участки плохо выровнены, а какие-то выровнены, ну, прям совсем нехорошо. Нулевые длины ветвей это на самом деле не очень плохая вещь. Это лучше, чем отрицательные. Отрицательные возникают потому, что, ну, просто иначе уравнение не решить наименьшими квадратами в таком случае. Это совсем плохой случай. Нулевые длины ветвей сами по себе, ну, ничего особого не несут. Однако если их прям сильно много, то это тоже повод задуматься. И еще подскажите, стоит ли конкатенировать последовательность из разных генов? И если два плохих дерева дадут ли они одно хорошее в итоге? Если они и так ничего особой информации не дают, если мы конкатенируем, есть ли шанс, что что-то улучшится или нет? Это хороший вопрос. Да, действительно, вы можете увеличить количество информации, если сделаете конкатенат, то есть, допустим, условно говоря, вот эти колонки у вас представляют для данных видов первый домен, эти колонки, следующий домен просто присоединяете и просто получаете такую суперматрицу, условно говоря. И в этой суперматрице даже иногда могут быть, если, допустим, у вас, по-моему, какого-то домена для определенного вида не было, может просто быть такая полоса гэпиков длиной в целый домен. Если таких полос не очень много, это ничего страшного. И да, действительно, второй, вот я сказал, один способ получить хорошее дерево, когда много листьев, это реконструкить несколько деревов, сделать астрал, а второй способ, это сделать дерево по конкатенату. И да, действительно, можно искусственно на игрушечном примере показать, что действительно, чем больше ортогрупп мы включаем в конкатенат, тем ближе дистанция до эталона. Так что да, это хорошее решение. Спасибо большое. Спасибо вам за доклад. Очень-очень полезно. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. А можно еще вопрос? Да. По поводу характер мэппинга, когда у нас, например, есть молекулярные данные, люди изучают какие-то морфологические признаки, цвет перьев. Вот на молекулярное дерево потом наносят признаки, уже наносят в смысле, говорят об эволюции цвета перьев, исходя из дерева, которое построено по молекулярным данным. Я встречал мнение одного специалиста, что это неверно, потому что не соблюдается total evidence requirement, то есть при построении дерева учет всех имеющихся данных. Потому что если бы построить дерево с учетом цвета перьев, оно было бы другое. Ну, мне кажется, что инкорпорировать фенотипические признаки, мешать их с выравниваниями, это не самый лучший способ, в том числе и по озвученным мной сегодня причинам. Я, разумеется, могу ошибаться, но мне кажется, что это просто внесет шум. Во-первых, непонятно, как вы признаки наличия или отсутствия, просто бинарные признаки прицепите к той же матрице дистанции, например, и в зависимости от того, как вы это сделаете, у вас могут быть очень сильные расхождения в результатах. Возможно, я просто не знаю, какими методами это делается. Но в другом случае, мне кажется, что в любом случае такие признаки, они плюс-минус ортогональные, как минимум, дереву видов должны быть. И вот, например, на этой картинке наоборот отдельно реконструировали филогению, а отдельно потом смотрели, у каких филогенетических групп есть ли паттерны того, что вместе появляются или пропадают все ли определенные белки. Так что, ну, рыба отдельно, мясо отдельно. Впрочем, я, разумеется, могу ошибаться. Мы так никогда не делали. Молекулярные деревья говорят об эволюции молекул, а в эволюции фенотипических признаков они напрямую не говорят. Я правильно? Ну, фенотип задается, безусловно, генотипом и зависит от него. Однако, во-первых, у вас в зависимости о каких условиях зверушка выросла, у вас тот или фенотип может быть явно выражен, может быть не явно выражен. А также может быть конвергентная эволюция, когда разные, абсолютно разные зверушки в сходных условиях приобретают в ходе эволюции сходные признаки. Или наоборот, когда один и тот же вид зверушек, но в разных условиях, они как-то по-другому начинают эволюционировать, расходиться, в том числе и фенотипически. Так что на фенотип я бы не сильно надеялся. Мы знаем, что напрямую отбор работает с последовательностями. Мое мнение в том, что последовательностями нужно ограничиться. А все-таки признаки – это нечто ортогональное, это просто то, что вы независимо анализируете, а потом просто соединяете две полученные группировки результатов в том числе и пытаете провести некие параллели между тем, как эволюционировали молекулы, тем, какие признаки вы наблюдаете. Могут быть и другие подходы. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Давай я спрошу тогда. А вот все-таки основное применение сейчас какое? Это бактерии, вирусы или биология? Какая? Ну, в фундаментальной теоретической биологии – это исследование эволюции любого объекта. То есть белочек или ген, или метаболический путь, или целиком какой-либо вид. Мы смотрим, что происходило, как эволюционировали выборка наших объектов. Ты приводил примеры на сайте Фаренбутанов, но мне казалось, что это давно известно. То есть это уже не предмет исследования. Про грибневиков, мне кажется, до сих пор идут дебаты, где они должны находиться. Про то, как возникли иукариоты тоже. Про то, как возникла многоклеточность, тоже явно ничего не известно. И так далее. То есть где-то в глубине древа жизни до сих пор очень много неразрешенных, неотвеченных вопросов, которые до сих пор люди пытаются решить. Ну и кроме того, у нас, допустим, есть вирусы, вирусы которых мы наблюдаем на своем, так сказать, горбу, несем прямо сейчас. И, разумеется, нам очень важно и нужно отслеживать то, чтобы какой-нибудь вирус не приобрел какие-нибудь нехорошие вещи. Например, не так давно ходили страшилки про то, что если один человек заболеет дельтой и омикроном, то у него будет летальность как от дельты, а заразность как от омикрона в силу рекомбинации. Потому что рекомбинация для вирусов, на самом деле, может часто происходить. Ну, более это к вирусу гриппа, наверное, относится, чем к коронавирусу, но все-таки. Ну и мы не знаем, может ли это произойти еще в будущем. То есть такие штуки, когда мы говорим о каком-нибудь очень опасном патогене, то их нужно отслеживать в реальном времени. В том числе для того, чтобы своевременно производить вакцины, пытаться угадать, какой вариант всплывет, допустим, чуть позже, и пытаться его, пытаться сделать вакцину, которая, в том числе, этот вариант покроет. Ну, а в онкоинформатике, например, когда пытается как-то персонализировано лечить человека, очень важно понимать, как именно эволюционирует опухоль у него, потому что опухоль на самом деле не какой-то гомоген объект. Это очень сложная структура, там разные линии конкурируют друг с другом, больше, наверное, чем даже с целым организмом. Отделяются метастазы, происходит фиброз, прорастают сосудики, линии внутри опухолизации сосудики конкурируют, там черт что творится. И чтобы грамотно человека вылечить, в том числе, нужно, наверное, понимать, как эта опухоль себя ведет и что в ней дальше будет. Это, я не силен в малкой информатике, я не специалист, сразу скажу, но мне кажется, что это пока не то, что применяется в лечении сейчас, но это достаточно перспективная штука, которая может спасти очень много жизней в будущем. Так что, да, действительно, пытаться как-то отследить то, как эволюционируют какие-либо объекты, это очень важная задача. Ну и тем более в теоретической биологии, где мы сталкиваемся с эволюцией буквально на каждом шагу. Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги? Если нет, тогда...